ребят всем привет давно не было у меня большой закупочки и мы сегодня съездили в ленту закупились так скажем на 16000 и я быстренько давайте сейчас вам покажу что мы взяли и в конце приложу электронный чек и вы уже увидите цены взяли мы вот такой батон берем мы его часто он идет с ветчиной с начинкой стоил он 70 рублей 99 копеек взяли также два вот таких хлебушка нарезных чесночных тут уже нету кусочка потому что я по дороге съела на 69 рублей 99 копеек взяли два вот таких нарезных хлебушка на 9 рублей 99 копеек 1 вот эконом как половинка здесь получается даже не знаю сколько грамм а 300 грамм такой нарезной берем первый раз взяли сыну вы такие ареба это я забываю как они вечно называются типа маршмалон вот сын такой любит также я взяла вот такие формочки для запекания здесь 5 штучек в них очень удобно запекать не нужно мыть противень все быстренько запекли закончилось выбросили и отлично и я взяла также вот таких два контейнера это для макарон для крупы в общем у меня две такие верхние полочки и вот таких два контейнера пойдут туда сюда буду складывать крупы а сюда макарошки взяли также вот такую бумагу светокопию это сыну на дополнительные занятия из макаронок изделий мы взяли спираль спиральки роллтон мне больше всего нравится этот производитель роллтон у них хорошие макароны они не развариваются беру их часто и взяла вот такие еще макфа макфа тоже неплохие это трубочки и взяли также вот такие макарошки барина здесь 450 грамм их тоже я беру часто они классные вкусные не развариваются и быстро готовят взяли вот такие чипсы рифленые сметана лук это сына иногда разрешаю покупаю я сама чипсы не люблю не стали мы в этот раз брать рис басмати его мы берем чаще всего прям вот захотелось круглого риса хочу приготовить плов и взяли вот такой национальный рис неплохой производитель так называется рис для плова здесь 900 грамм ну мы захотели побаловать себя редко берем такие вещи но иногда берем муж захотел вот такое пюре роллтон я думаю все его знают взял с мясным вкусом и с куриным взяли также бигбон вот такие но это так чисто побаловаться любит тоже сын и я взяла увидела первый раз никогда до этого не брала взяли вот такую фунчозу две вот такие одна идет по тайским соусом умеренно остро и другая под китайским соусом с грибами шиитаки и муэр не знаю конечно фигня все это но ничего так а еще вот такой рамен взяли кстати рамен мне вот нравится мы как-то брали но мы брали рамен который варить нужно а этот нет просто заваривать взяли попробовать взяли также в этот раз чай липтон не стали брать кертис увидели вот такой мандарин оранж с цедрой мандарина и апельсина тоже из мясного мы взяли конечно же как всегда вот эту курочку гриль обязательно если будете в ленте возьмите ее попробуйте она нереально вкусно мы ее берем всегда здесь получается кило пятьсот шестьдесят четыре на четыреста двадцать рублей с копейками вот и еще очень советую если будете в ленте попробуйте именно вот эту курочку именно вот этого производителя называется она и так понимаю триста шестьдесят пять дней очень вкусно и так ну цену укажу в этой курочке 2 килограмма 45 грамм мясо такое нежное быстро готовится очень нравится я из пакетов не буду вытаскивать потому что уже мясо так подрастаяла взяли вот такие крылья производитель благояр так здесь девятьсот двадцать восемь грамм вот в этой подложке так хотели взять фарш индейки не было его разобрали взяли куриный фарш вот такой здесь пакетики уже так здесь кило сто восемнадцать на двести девяносто рублей ну копейки не буду называть и взяли свиноговяжий тоже фарш для котлетов для чего-нибудь что-нибудь приготовлю здесь кило пятьсот три на шестьсот шестнадцать рублей дела вот шею свиную хочу приготовить рулет не знаю либо рулет целиком целиком ее приготовлю либо отбивные сделаю здесь два килограмма триста пятьдесят три грамма на тысячу сто пять рублей вот этот кусочек также взяли филе бедра индейки очень вкусная сочная мясо дик вообще вкусное мясо прям по цели на него здесь тоже достаточно много два килограмма четыреста сорок один грамм вышел на тысячу сто семьдесят восемь рублей на на прям очень сочно это именно филе бедра индейки и взяли филе индейки грудки филе грудки здесь девятьсот тридцать девять грамм на четыреста двадцать один рубль конечно или индейки грудки такой дороговато я хочу приготовить рулетики из этого филе мне очень муж смеется мне очень захотелось красной рыбки приготовить в духовке сыром взяла вот такой маленький кусочек филе хватит ржать он смеется как ведь такой кусочек может так дорого стоит потому что муж не очень любит рыбу мы с сыном обожаем ее так это лосось филе лосося именно без костей ничего здесь всего лишь шестьсот тридцать грамм на тысячу сто два рубля ну захотелось решили побаловать себя запеку в духовке сыром с грибочками думаю будет вкусно мы редко берем такое филе мы его практически никогда не берем если берем то слабосоленое бутербродом а вот свежие никогда не брали потому что но ну дороговатая рыба да согласитесь муж взял сосиски я сосиски не любительница сын любит муж любит но они вот эти реально вкусные молокуши производитель вязанка если любите сосиски советую попробуйте здесь получается сколько кило триста тридцать грамм далее перец болгарский я его скорее всего начиню и заморожу вот как заготовочки я вообще планировала снять заготовочки не знаю получится или нет не буду обещать потому что у меня реально не хватает времени но может быть что-то где-то во влоге покажу что я готовила так перец болгарский здесь 830 грамм на 58 рублей взяли подложку огурцов вот такую так весь сколько сколько 450 грамм и подложку вот помидорчиков здесь здесь 700 грамм не стали развесные брать взяли уже авокадо были по скидке давно мы не ели авокадо они были штучными не весовыми по моему 50 чем-то рублей но вы видите 4 штучки взяли взяли вот такую морскую экстра соль так мелкую йодированную здесь 500 грамм я что-то подсела на морскую соль кстати недавно я рассыпала целую банку соли но слава богу все обошлось мы не ругались у нас закончился соевый соус и мне как-то в комментариях посоветовали взять соус терияки но мне советовали купить магните магнит мы не попали поэтому взяла вот такой соус терияки сенсей взяли нектаринки нектаринки никто не кушает ни сын ни муж ну сын так периодически в основном их ем я так здесь 904 грамма на 114 рублей сок добрый литровый яблочный ничего особенного сок как сок также были вот такие мелкие грибочки взяли их приготовлю с чем-нибудь либо с мясом отбивные либо сыром но посмотрим так здесь 300 грамм но и конечно же не буду доставать из пакета я даже не знаю сколько здесь штук не помню мы так по набросали в пакет напишу взяли корм для нашего кота шиба он был по скидке поэтому так достаточно прилично много взяли кота праздник сливочное масло взяли вот такое производитель эко милк сливочное масло мы его любим едим сыном постоянно взяли попробовать вот такие даже не знаю что это такое по моему это картофельные клетки но это по-нашему так потому что здесь нарисована картошка и вот такие маленькие картофелинки их нужно отваривать как я поняла две минуты вам тут написано 500 грамм в этой пачке как гарнир посмотрим попробуем и так как я не дружу с тестом но не то что не дружу не особо люблю возиться с тестом а так хочется чебуреков домашних взяла вот такое тесто она уже раскатанная вот такие кругляшки именно для чебуреков как тут написано тесто для чебуреков сделаю фарш ну фарш я уже вам показала и будут чебурек также захотелось домашнюю лапшу очень давно не готовила суп лапша вот прям я увидел полины что она готовила суп но также опять я сама не люблю возиться с тестом а это прям такая домашняя лапша поэтому она кстати и не дешевая состав здесь отличный и так здесь закрыто сколько грамм ну в общем вот этот пакетик на стол почти на 102 рубля также взяли вы такой паштет риет из тунца и лососевый с мягким творогом вот такой я не пробовала не знаю думаю должен быть вкусный а вот этот из тунца я как-то покупала очень очень вкусно мне нравится на завтрак на бутербродике если будете в ленте попробуйте очень вкусные конечно же в каждой почти покупочки у нас сметана простоквашина из топленых сливок ее мы очень любим продукты простоквашина очень нам нравится так как мы дороге взяли быстренько себе сейчас перекусить два салатика сыну взяла крабовый он очень любит здесь 307 грамм на 8 79 рублей вот такая подложечка и муж взял какой-то деревенский не знаю что за состав здесь не вижу мелко написано 459 грамм на 192 рубля и увидела вот такие две приправки хрустящая панировка к мясу может быть сделаю тоже отбивные в панировке не знаю посмотрим производитель камис здесь 70 грамм в каждой упаковочке взяли две штучки попробую не на первый раз увидела такую приправу ну конечно же несменные спагетти барила в номере один это самые тонкие очень нравится берем часто и сын взял вафли себе яшкина шоколадные вафли тоже мне эти нравятся они мягкие вкусные и взяли вот такую ветчину по-черкизовски и и мы тоже берем не первый раз здесь 500 грамм очень вкусно если любите колбасу ветчину вернее то очень советую муж взял себе вот такой сыр хохланд я не так часто его ем но тоже нравится с ветчиной и зеленью вкусный конечно же в каждой покупочки у нас оливки бандюэль санчоса но не принципиально какой производитель берем разные и взяли сыну сладости побаловаться да 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 не даю иногда вредности сыну и чипсы и сладости но ребенок что теперь полностью оградить его от этого я не могу взяли такие конфетки мамба и вот таких три вида но из продукта все и быстро давайте покажу что взяли не из продуктов здесь бытовая химия ну такой по мелочи по скидке был жидкий порошок персил у меня есть такое но я взяла еще потому что порошка много не бывает здесь литр 95 взяла надолго теперь хватит также закончилась у меня средства для черного в основном беру ласку не скажу что она у вау что она как-то там защищает цвет нет ну вот смотрите эта ласка 3 литра стоила на 400 чем-то и была такая же литровая 400 рублей мы не поняли почему такая разница литровая 400 и 3 литровая но чуть больше 400 конечно такая большая не нужно потому что ее хватает надолго ну раз разница практически никто никакой взяли 3 литровую ласку ленор также был по скидке я хотела взять голубой но голубого не было в таком объеме здесь литр 785 взяли вот такой вроде бы открыла аромат такой хороший неплохой понравился тоже хватит надолго и я рассказывала в одном из видео что мне не понравилось средство фаберлик для стекол я взяла вот такой клин слышала о нем много хороших отзывов не стал экспериментировать когда-то давно давно у меня было это средство неплохое поэтому взяла его губки я всегда беру одни и те же мне нравятся эти больше всего поэтому взяла вот такие губки здесь получается их 8 сменные блоки для чистки одежды здесь 4 рулончика мужа была нужна зубная щетка а мне нужна зубная щетка использованная старая что почистить фильтр пылесоса поэтому я сказала ну-ка давай тебе покупаем новую щетку взяли ему такую новую щетку орлби средней мягкости каждой почти по кусочке фольга потому что она быстро израсходуется так ну каждый раз берем разную здесь 20 метров взяли бы такую розетку потому что ну там у сына вы видели провода приставка ему не хватает розеток что-то там не достает до сетевого фильтра вот такой размножить или разве так взяли две зубные пасты сын садить и классик если я правильно называю вот эту никогда не пробовали эта паста очень очень нравится часто и берем тоже но и попробуем вот эту они по моему были по скидкам если не ошибаюсь так взяли антиперспиранты сын тоже теперь пользуется антиперспирантом повзрослел использовалась исполнилось 14 лет ему взяли олдспайс и такой мужу не нравится почему-то олдспайс себе я взяла вот такую риксону ну часто я и показываю ему захотел такого же формата только для мужчин риксону попробовать тоже берем вот такую мужскую первый раз а еще вот муж взял такую не вею себе шариковую сыну у него там что-то начинает высыпать лицо появляется прыщики переходный возраст долго думали что взять но взяли вот это средство там было фото черных угрей но она нам не подходит в общем взяли вот такое попробовать не знаю хорош или нет цена такая тоже не бюджетная гель для умывания для проблемной кожи он так и называется попробуем у кого если было кто пользовался напишите хороший или нет мы берем его первый раз батарейки для мышки уже садится садятся батареи мышки дюрасел вот такие мизинчиковые 4 штучки это мои женские штучки кодекс я беру только их другие не беру и дискрит беру тоже только их ничем другим вообще не пользуюсь тоже для себя поняла что мне нравится именно вот эти средства ватные палочки взяли фрелия фирма тоже берем разные как какого-то принципа нет убрать одни и те же любые какие попадутся такие берем мне советовали под видео взять девушка одна замечательная советовала взять тряпочку для стекол я ее не нашла этого производителя в ленте не было и мы взяли вот такую home club не знаю хорошая или нет попробуем и потом расскажу начинается холода и конечно же добро пожаловать колготкам я не особо люблю носить колготки под штаны но иногда когда холодно приходится надевать у сына закончились общие тетради поэтому вот я докупила он сказал мам нужно две тетрадки взламе такие две общие тетрадки для нашей сенсорной мыльницы для диспенсера взяла вот такое жидкое мыло оно было не очень дорогое хватает кстати надолго потому что она еще разбавляется водой поэтому я думаю этого тоже хватит надолго и мы увидели вот такой бреф это новинка раньше я не видела они такие гелевые шарики мы очень долго смотрели вообще как ими пользоваться вернее ну как здесь они как гелевые а с обратной стороны такая как защитная бумажечка но посмотрим как они будут в использовании такие взяли попробовать конечно же бумажные полотенца без них никак взяли зеву они улетают просто на кухне это несменные такие помощники и конечно же без зева туалетная бумага как же без этого всегда берем такую большую упаковку здесь 12 штук ну все вот такая была покупочка спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь это не последняя покупочка как все у нас закончится на 5 рванем в ленту или в метро мы любим вот так закупаться большими объемами а потом уже так что-то по мелочи докупаем спасибо что подписываетесь заходите на мой канал пишите комментарии ставите лайки спасибо вам огромное до новых встреч ребята и всем пока пока пока